всем привет с вами вольфрам первый ярославский видеоблогер сегодня знаешь такой вот обзор велосипеда моего racer навигатор 2 800 модель называется купил его три года назад да вы скажете почему ты делаешь обзор именно зимой велосипеда довольно таки странно а я скажу что странного в этом ничего нет потому что в основном я езжу на велосипеде зимой за место мотоцикла как бы такая альтернатива можно сказать стоил этот велосипед насколько я помню около 9000 где-то так потому что я вот полез искать чек от этого велосипеда а он этот чек выцвел полностью вообще там на нем ничего нет белая бумага представляете какие чеки надо сказать если бы мне такой велосипед купили в детстве своем вот советском детстве я наверное был бы счастлив до безумия такому подарку вообще не знаю наверное вы в таком настроении счастливым находился все ли это допустим если бы летом подарили столько бы эмоций было да ну а сейчас конечно совсем другое другие эмоции это такой можно сказать велосипед самого простого типа чтобы ездить из точки а в точку б до такого кого-то даже деревенского стиля здесь нет никаких скоростей ничего такого нет никакого переключения надо пройтись вот по материалам как вот я считаю как он сделан он велосипед вот смотрите на колеса до за три года что с колесами случилось да вот такие вот трещины на резине на покрышках спереди вернее сзади и спереди точности такая фигня вот все в трещинах насколько этой резины хватит непонятно крылья хромированные но я сказал бы такой хром какой-то низкокачественные вообще что уже видите выступает ржавчина все ржавчины вообще весь хром в пятнах это касается и руля эти всех хромированных частей постигла ржавчина даже звонок да вот казалось бы вот чего ему ржаветь то сюда же ведь соль не летела но он все равно заржавел хром здесь вот такое впечатление что это какой-то низкокачественный хром и эти детали когда хромировали очень плохо обрабатывали ну сидушка тут более-менее удобная ничего не не скажу плохого вот смотрите тоже все заржавела нафиг вот и багажник все педали пластмассовые но сейчас такая мода ставить пластмассовые педали с педалями вроде ничего не случилось такого крутится до сами вот эти всякие сварные швы тоже вот тут вот ведь ржавеет какие-то такие небрежные что ли как-то не особо так все сделано ощущается какой-то непрофессионализм этих сварных швов подножка у нее есть да вот такой аксессуар в принципе необходимый на подножку можно подножку поставить его с этой стороны с этой стороны тоже давайте на нее посмотрим насос какой-то копеечный вообще насос копеечный уже возникает желание купить новый насос новый насос потому что или шланг хотя бы что ли купить потому что здесь вот вся эта система уже что-то накручивается плохо вернее вот здесь суда-то накручивается к насосу нормально а вообще вот это вот соединение да как колесу прикручивать чтобы подкачать тут уже вся резьба какая-то съелась что ли пару раз накрутил ну раза три-четыре все тут очень хреновый металл вот у этого соединения все ничего резьба короче исчезла вроде бы аккуратно 100 старался накручивать чтобы подкачнуть к лесу ну нет 11 ну может шланг куплю сюда насос то в принципе ничего качает нормально самый важный компонент наверно до велосипеде цепь если она ослабнет и слетит порвется все мы никуда не поедем проехал я на этом велосипеде километров 500 но я так думаю примерно ориентировочно если вот так я прикинул в уме сколько ездил раз так сколько чего так километров 500 и цепь как будто вы пластилиновая вообще она вытянулась до такой степени что пришлось ее укоротить на одно звено никогда бы не подумал что велосипедная цепь может так вытянуться никогда бы не подумала она вытянулась плохо конечно что они не сделали здесь вот в ободах в этих какие-нибудь как знаете мотоциклах нормальных вот все делают какие-нибудь камеры и чтобы здесь вот это была резьба на этой фигне тут все фиксировалось да не просто так вот было вставлено бода здесь алюмиевые я здесь сразу накрутил вот этот колпачок такой советский чтобы можно было если чего этот выкрутить ниппель мало ли чего там пригодится здесь вот такие вот такой вот значит от колпачок в целом покупка этого велосипеда как бы уже себя оправдала хотелось бы конечно в будущем купить какой-то такой хороший велосипед да чтоб со скоростями возможно там была карбоновая рама и все такое чтобы вот ездить на какие-нибудь дальние расстояние 30 40 километров возможно даже 100 потому что на таком велосипеде дальше километров 30 ну даже не 30 15 я бы не стала никуда ездить он и тяжелый и не особо надежный вообще если так сказать в ночное время использую фонарик в качестве такого такой фары до креплю его сюда вот на эту сторону и можно ездить ночью на этом велосипеде можно конечно еще назад купить какой-нибудь такой стоп-сигнал до моргающий чтобы было заметно на дороге и вообще рекомендую если вы ездите зимой к тому же надо вообще на велосипеде в ночное время какой-нибудь отражательный такой жилет купить чтобы светоотражающие или на вашу одежду нашить какие-нибудь светоотражающие такие элементы такие кусочки лент какие-нибудь чтобы было безопасно не хватает конечно велосипеде зеркал это вообще очень не хватает хочется посмотреть кто там сзади едет до машины шумит неизвестно как там едет куда едет может на тебя едут может какие-нибудь шальные водители надо сюда конечно купить зеркало хотя бы одно на озоне продаются а вообще я планирую летом его конечно так хорошо вот все разобрать все эти части все проверить досконально до винтика наверное все очистить этот хром там все промазать все как-то такую антикоррозийку что ли сделать планирую на этот велосипед чтобы он еще подольше прослужил и меня порадовал с вами был вольфрам подписывайтесь на канал ставьте лайки дислайки комментируйте и дальше будет интересней